Вернуться к теме переработки мусора, о которой тоже говорил Мирзогалиев, то, к примеру, в АТРАУ мусоросортировочный комплекс не может принять 75 тонн отходов картона и цилофана. Причина – загрязненность органическими отходами. Коммунальщики сетуют, что так и не смогли приучить горожан к раздельному сбору мусора. Из-за этого и не могут переработать вторсырьем. Наш собственный корреспондент Алья Жамитова побывала на мусоросортировочном комплексе. В 130 миллионов тенге потратили на закуп оборудования мусоросортировочного комплекса ВТРАУ. Однако за эти полтора года сортировать мусор в полной мере так и не получилось. Сегодня на территории мусороперерабатывающего комплекса скопилось порядка 45 тонн картона. Весь он испачкан органическими отходами. Сырье не перенимают на переработку, поэтому он вынужден гнить на территории мусорного полигона. В день сортировочный комплекс принимает 5-6 самосвалов, а это примерно 25-30 тонн мусора. Линия извлекает 8 основных фракций. Это пластик, картон, алюминий, пленку, бумагу, металл, органические отходы и дерево. У нас здесь в ВТРАУ есть переработчики макулатуры. Они делают из нее туалетную бумагу. С ними мы работаем напрямую нормально. Металлолом, естественно, сдается тем цехам, кто занимается черным металлом, цветным металлом. Сами коммунальщики уверены, если бы горожане приучили себя к раздельному сбору мусора, то сортировать стало намного легче. Да и предприятия охотно принимали бы вторсырье на переработку. Я впервые такое вижу. Люди выбрасывают столько еды. Хлеб целыми буханками, макароны килограммами. Неужели нельзя собрать все отдельно? Нам бы сортировать было намного легче. Мнение горожан двоякое. К раздельному сбору мусора кто-то готов осознанно, а у кого-то для этого нет времени и желания. Конечно, сортировать лучше, но кто это будет делать? Все равно у нас народ не привыкший к этому. Ну, нету такой возможности сортировать. Если бы предоставили, сортировали бы с удовольствием. Пока же на мусорном полигоне, помимо картона, простаивает 30 тонн целлофановой пленки. Ей тоже владельцы сортировочного комплекса ищут применение. Алья Жамитова, Азельхан Лохитов, Атамикен Бизнес, Атырау.